Благодарю вас! Он, ella, она, usted, он, вы, простите, уважительные, здесь вы вместе со мной повторяете глаголы. Nosotros, мы, в мужском роде, nosotras, в женском, vosotros, вы, в мужском, vosotros, вы, в женском. Ellos, они, мужчины, ellas, они, женщины, y ustedes, вы, уважительные, в множественном числе. Для каждого из вместоимений у нас будет своя форма, то есть так же, как и в русском языке. У каждого из вместоимений свои окончания. Итак, я являюсь, я есть, это yo soy. Ты являешься, tu eres. Он, или она, или вы, es. Nosotros, somos. Vosotros, sois. И ellos, son. Итак, еще раз. Soy, eres, es, somos, sois, son. Местоимения в испанском языке зачастую опускаются, поэтому мы можем употреблять смело глагол без подлежащего. И для того, чтобы немножечко потренировать и закрепить эту тему, давайте попробуем представить домашнее животное, например, кота, и описать его, каким он является. То есть этот глагол в основном используется в описаниях для связи, подлежащегося сказуемым, в тех случаях, когда в русском языке ничего нет. Например, я высокий, я учитель, я... Ну, какое-либо описание внешнее или внутреннее состояние нередко. Слова muy, очень, un poco, немного, alto, высокий, bajo, низкий, gordo, толстый и delgado, худой, стройный. Ну, давайте возьмем слово gato, кот. И будем говорить, например, мой кот, mi gato. Мой кот, можно заменить мистемением он, мой кот является, mi gato es alto. Странное предложение, давайте возьмем gordo. Mi gato es gordo, мой кот толстый. Мой кот очень толстый. Mi gato es muy gordo, мой кот очень толстый. Мой кот немного толстенький. Mi gato es un poco gordo. С помощью суффикса ito мы можем сделать с вами уменьшительно-ласкательное, прилагательное. Например, ну, его нужно ставить вместо окончания. Вот так, gordito. Мой кот толстенький. Mi gato es gordito. Mi gato es un poco gordito. Дальше давайте попробуем, допустим, со словом... Как это? Juan. Juan высокий. Juan очень высокий. Juan es muy alto. Juan es muy alto. Я, например, низкий. Soy bajo. Soy bajo. Они стройные. Они мужчины будут. Так как по множественному числе, мы слову худые, стройные, добавим еще с на конце. Juan del gado. То есть, таким образом, вы после глагола ser можете ставить любое прилагательное, у вас уже получилось предложение. Если вам нужно подлежащего, вы его ставите для того, чтобы уточнить, например, Juan или мой кот. Но, как правило, если, например, это я или ты или мы, то можно употреблять без подлежащего. Здесь порой требуется уточнение, вот здесь. Эти четыре можно употреблять без подлежащего, без местоимений. Что ж, на этом наше занятие сегодняшнее подошло к концу. Я надеюсь, вы разобрались с этим глаголом. Надо будет его выучить. Тут учить не очень-то много, но он глагол неправильный, так как и во многих других языках. Поэтому надо приложить чуточку усилий. А мы с вами встретимся в следующем видео, где еще больше потренируем этот глагол. До встречи!